всем привет сегодня у нас будет необычный выпуск мы идем с викой салон красоты ну как бы за услугой обращаюсь я конечно века она идет за компанию потому что ей очень интересно и чем ее заинтересовал такая профессия как врач-косметолог я решила сделать и контурную пластику по подтяжке уголков губ немножко увеличения губ я уберу вот морщины ну вот за последние три года я начала начала замечать изменения лица здесь как бы с фигурой все хорошо как бы лицо со временем все больше становится быть похожим на лицо дорохова чего бы очень не хотелось ну вот и пару недель назад перед 8 марта я пошла в салон красоты это город красоты даже скажу что это сеть салонов красоты огромная по москве и я думаю что других городах она тоже есть проконсультироваться у косметолога что мне нужно сделать до чтобы убрать вот эти морщины как ухаживать за лицом то что мне очень супер сухая кожа и мне тяжело тоже подобрать крем хороший как вообще ухаживать и чем можно пользоваться чем нельзя она мне дала хорошую консультацию и бонусом было огромным что она оказалась врачом то есть это врач дерматолог мне на ресепшене показали диплом о высшем образовании в общем да я решилась причем вика еще так поддержала ноги да давай иди только обязательно я с тобой пойду я же хочу тоже стать косметологом ну в общем посмотрим как там что у меня будет я постараюсь заснять процедуру ну вот как бы салона красоты я знаю они этому противятся то есть даже вплоть до отказ до отказа оказания услуги ну вот ну по гражданскому кодексу статьи 152 пункта 1 часть 2 я имею право осуществлять видеосъемку в салонах красоты где они всем оказывают услуги то есть это является общественным местом и единственное ну я могу осуществлять видеосъемку если главным объектом не является мастер да ну даже если чуть-чуть мастер попадет в кадр это ничего страшного я полное право осуществлять видеосъемку во время процедуры самое главное чтобы все хорошо прошло и мне оказали услугу качественно хорошо безболезненно ну вот мне вот понравивая очень спонтанно наш самом деле решилась я до последнего думал что ничего не все колоть ну вот но у меня поразило мастера она мне понравилась она мне дала очень хорошую развернутую консультацию еще и медицинское образование которое подтвердили мне на ресепшене то есть они не диплом показали мастера индира и что меня поразило это салон красоты город красоты салон эконом класса считается вот но на самом деле я когда зайду в салон я сниму вообще как он выглядит изнутри это супер вообще современный салон со свежим ремонтом с новой вообще мебелью все ходят в форме очень чисто хорошо я тоже мало в салонах такое замечаю там женщина на макияж пришла и они значит несколько достали кисточек для туши там штук 10 наверное и представляете они когда макали тушь они один раз макнули тушь покрасили выбросили вторую кисточку взяли макнули в тушь покрасили выбросили то есть я например я об этом слышала что они так обязаны делать но никто этого не делает я надеюсь что я останусь услугой довольна и к этому мастеру я буду ходить постоянно и смогу рекомендовать своим подругам друзьям куда мы идем почему что что сделают все лучше и красивее да ну хорошо я ради тебя иду хорошо век давай ну все мы пришли в город красоты вот он короче сеть городских салонов короче это у метро зубрика что сейчас будем подниматься а а тоги пусть а иди сюда вот вы пришли Давай, возьму его, проходи. Вот ума, знакомьтесь, я на руку ума. Открывай. Здравствуйте, мы к Индире. На 5, да? Да. Присаживайтесь, она там еще заняла. А, еще заняла, да. Что? По центологии присаживайтесь. Да, хорошо, раздеться здесь, да? А, вот гординок. Вика, идти вперед. Ага, смотри, тут мужской зал. Ага, да тебе тут маникюр сделали, помнишь? Да. Так, косметолог, знаешь? Люба, ты тоже тёмный, ты готовься. Еще хочешь? А, мы тоже будем делали кому-то. Вика, хочу. В другой раз хочешь фрэнчсель делаешь, да? Мне мама обещает купить наклейки для ноготь. Да. Возьмем. Я буду их купить наклейки и ноги сюда. Так, ну все, готовят кабинет. Сейчас пойду избавляться от вот этих штук. Посмотрим, что будет. Я буду снимать. Напомни, пожалуйста, что мы хотели, что мы решили, на что ты записалась. Короче, я очень боюсь. Я хочу носогубки и губы, но мне надо выдержать эту боль. Но мы же анестезию будем делать. А это укол анестезии? Нет, мы донесем, и минут 20 ты будешь лежать с анестезией. А, супер. Ну все, ты у нас спокойно. Все хорошо. Естественно, я внутри когда колоть буду. Препарат сам тоже следокаин. Ты еще после процедуры минут 15-20 можешь чувствовать анестезией. Это нормально. Но процедура длится быстро. Эти 5-10 минут ты выдержишь. Никто не сбегал еще. Даже самые такие вот... Мне просто очень часто не везет. Я зуб удаляла. Не на скорой забрали. Нет, нет. Не волнуйся. Хорошо. А слушай, покажи, пожалуйста. Кстати, да, мы видели диплом твой. Супер. Я первый раз встречаю действительно косметолога, у которого медицинское образование. У всех есть врачи. А я ходила вот в Нью-Йорк. Есть эстетисты, а есть врачи-косметологи. А эстетисты? Эстетисты, они делают эстетическую часть косметологии. Да, сейчас. Эстетисты, они делают пробки и пилинги, массажи, уходы, чистки, пилинги, какие-то там ультразвуковые аппараты. Это им разрешено делать. А колоть они могут? Врачи био, мезо могут. Витамины по волосам, плазму колоть. Они это могут, потому что они медсестры. Они берут светлую кровь, центрифуга. Это им разрешено. А вот врачи, они плюс могут еще делать уже контурную пластику, нити, хирургия. У них уже может идти. Ага, я поняла. То есть я могу в любой момент перекрыться и уйти в хирургию. Они не пойдут, потому что они эстетисты. Им надо учиться. Вот. А так я, получается, здесь сделаю и эстетическую часть, и аппаратную, и хирургическую, и такую, и всякую. Вот. Хорошо. Сейчас ложись. Я хочу попросить. Можешь это усы вот эти? Убрать? Да. А мы с тобой лазером выбирали? Лазером, да. Хорошо. Я просто сразу бросается. Разливайся. Ложись, я сейчас придаю. Я думаю, что лазер. Витамина, я буду снимать сейчас. Короче, да, сейчас будут анестезию делать. Я буду 20 минут лежать, медитировать. И надеюсь, все пройдет очень быстро. Тут конфетки есть. Вика, много не ешь конфет, где тест пойдет. Все, поехали. В прошлый раз было больнее. А, потому что сейчас у меня волосиков поменьше, и уже так сильно болит не будет. Молодец. Вот так вот. Молодец. Я распределю. Я прям распределю. Форму оставлю твою же. Я хочу нижнюю чуть-чуть сделать более объемнее, потому что тебе симпатично будет. Верху мне твой нравится. Я верхнюю губу просто везде объемно увлажну. Скажем, так я чуть-чуть выверну. Единственное, ты мне скажи. Видишь, вот эти вот ямочки? Улыбнись. Улыбнись. Приоткрывай. Видишь, у тебя уходит. И десна начинает быть видна. Я, допустим, люблю, когда я улыбаюсь, и чтобы только вы были видны. В норме вот улыбка наша должна быть ровненькая. Да. Прикрой, прикрой. Видишь, десна начинает быть видна. Нам нужно вот тебе заполнять вот эту твою ямочку или нет? Я думаю, нет. И тебе она нравится. Я уже привыкла, да. Тебе она нравится. Все, я ее люблю. Просто объемнее вот эти стремные, вот эти полосы убрать старческие. Так, теперь уголки. Угу. Я делаю фото. Сначала просто. А теперь улыбайся. Угу. Отлично. Нет, у тебя губки хорошие. Смотри. У нас с тобой фотографии. Видишь, носогубки? Ну, выраженные. Да. И они вниз идут. Да, да, да. Вот я хочу сказать. Да. Вот они прям вниз идут. Вот эти носогубки мы поговорим. Угу. Я про вот эти ямочки тебе говорила. Видишь, у тебя центр есть, в принципе, и тут есть. И можно это восполнить. Поэтому смотри сама. Мне кажется, лучше вот объем не вот так сделать, а вот вот так вот. А, то есть сверху контур только мы добавим. Сверху контур, да. Все, я поняла. Как бы мне эти ямочки не мешать, мне кажется, даже как-то лучше. Отлично. Угу. Все. Дай мне эти очки. Соня тоже не нужен. Ага. Сейчас он нанесет вам фрезину. Бог в помощь. Это клевося. А? Клевося. Нет. Меня спросила, можно конфетки или нет? Чуть-чуть. Одну. 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 Теперь улыбайся. Я много похожа. На тучила. Какой похожа. Из мали. Из мали. Из мали. Из мали. Улучши взялась. если мы анестезию не прикроем не просто будет у нас немного проработает с нашими участками красота отлично сейчас по ощущениям покалывания жжение это нормальная реакция с каждым раз она будет прям холодить не иметь общем ювидер мультра четверка по срокам март двадцать третьего года препарат запечатан компания лирка вот они внутри наклеечки вот два шприца стерильный шприц стерильные игры 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 и внутри наклеечки мы их проклеим в информированное согласие остается одно у тебя одно у нас наши до шприца как дедушка отечество мамы знаешь получается жара на калакарина отеки неровности припухлости болезненность до пяти дней это нормальная реакция синюшность проходит отечность проходит уплотнение проходит через через неделю я луночка раскушилась и стало как надо сколько нужно водички пришло ушло то есть она в тканях распределяется приблизительно неделю так как препарат плотный и пластичный а он будет вот вставать скажем так укладываться не нужно ничего мять губы особенно на самом и я покажу сегодня постараться спать на спине постараться не спать на боку чтобы не заломить на несколько часов на собаку но даже если ты этот момент не проконтролируешь утром ты проснешься правая рукой левую сторону промяло я тебе покажу как мять а потом сама я их храму левую рукой противоположную сторону правую промяешь губки в принципе пощупать если хочешь можешь я и себе не трогала и девочка вы не трогайте у меня форму выстроила вот пусть она и будет эта форма дальше из рекомендаций что еще банка мама солярия сам не исключаем алкоголь в принципе если хочешь можешь пить и все горячее нельзя если курить то аккуратно курить то есть в тубочке все это не будет получаться будет немного больноваться вот первое время ощущение что внутри что-то есть будет это отечность это препарат все-таки ты впервые с ним находишься ты будешь его ощущать через неделю это все проходит то есть ты уже ничего не ощущали буквально не у тебя будут обычные люди вот так выглядели жмель когда мы едем на машине и нас украли говори что-то ммм мм 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 чуча разговариваем и по чучерски у нас жизнь такая чучерская и нам у нас есть доктора чучерский и мам он делает укол и мы опробуемся такими как люди Уколы сейчас будут мои. Палышками не будем. Уконечка укола. Прямо конечка. Так. Вкрываем. Угу. Вкрываем. Еще раз. Нужная информация о препарате. Понятно. Понятно. Подержи маму. Держи ее за ручку. Мне кажется, дочка больше не будет бояться колоться, чем мама. Угу. Все, значит, ты тоже будешь врачом. Когда я вижу уколы, я сама начинаю чуть-чуть бояться. Не бояться не надо. Ну, когда не мне. Когда не мне буду уколовать, я буду бояться. Когда мне тоже не колят, а в другом я это вижу. Поэтому я там боюсь. Ты можешь свою игрушку поставить пока туда на пусик. И маму за руку есть. Хочешь? Держи. С этой стороны. Тебе жизнь моя гадость. Сейчас будешь рожать. Что будет? Рожать. Прожать не надо на прожать. А я хочу. Ты хочешь кого? Братик с стронкой? Братик. Братик? Отлично. Как назовете? Дима. Красивое имя. Почему? У тебя в садике есть друг по имени Дима? Нет? Нет. А почему именно Дима? Потому что у нас не соседи Дима. Да, ну сосед уже есть один Дима. Зачем еще один? Угу. Давай другого. Давай другое имя. Вася. Да ну как-то просто не то. Давай что-нибудь красивое, необычное. Даня. Даня? Красиво. Данил. Как Козловский. Угу. Ага, в рот попало. Угу. 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 что так страшно было но еще глубокий вдох умница молодец чтобы наружу не выходили держи мамину ручку ты можешь разговаривать можешь можешь что-что не чувствуешь глубокий дух и не дергай умничка молодец звезда посмотрю на свою нижнюю губку мы только с центра ночи лишь какая хорошенькая давай еще продолжим молодец отдыхай она небольшая при этом 0 2 ушло только на центр ты не дергайся вот расслабься что это не больно что это будет быстро молодец до почти мы уже закончили нижнюю губку для ее разомна чуть-чуть отросли молодец а я не выхожу даже а звезда молодец отдыхай да ладно тебе успокойся все хорошо у меня только один укол прятка прятка сейчас посмотрят твой видеоролик и подумают что это пипец как больно не это у меня просто так у меня очень низко болевый порос да темношусь но нижняя посмотри какая красивая а а а а папа знает что вы здесь будете делать да да к счастью почему что ты не смотрела а давай тебе тоже сделаем что-нибудь посмотри как хорошо преображается сразу на самом деле нижняя губа намного больнее а а что ж так больно а мы закончили это а о май гад все молодец это английском боже мой да хочу вот здесь не хватает я хочу здесь чуть 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 бы Я даже не хочу, чтобы все это спадало. Ты понимаешь? Она офигенная. Но у тебя меньше, чем у меня будут. На виду, сразу говорю. Да, хорошо. Хорошо? Да, ко мне. Чуть-чуть вот так вот. Давай я. Нет, не дергайся. Умница. Слушай, я не знала, что это больно. Губа, это самое болезненное. Но ты молодец. А глаза? Глаза? На твоей маме глаза татуаж выдержала. Вообще, это адский ад. Улыбнись, улыбнись, приоткрой, улыбнись. Видишь, твой мосик твой сохранился. А, сохранил. Сохранила я его, да, я его не знала. Да-да-да, правильно, не надо. Сейчас, чуть-чуть туда еще добавлю, вот там пусто. И все, и мы переходим на носогубки. Еще два наколочка? Глубокие, да? Все, молодец. Ура! На сердце, не хочу. Уже закончилось? Да. Еще один губчик. Это не больно, неправда. Это не больно. Это не так, как губы. Молодец. Ты напряжена. Расслабляйся. Это не так больно. Это быстро. Угу. Все, молодец. Видишь, как на самом деле все это легко. Это намного быстрее. Угу. Угу. Так. Какие красивые. Шикарные. Шикарные, правда? Мне тоже нравится очень. Угу. Офигенно. По моему видеоролику люди научатся колоть. Угу. Я уже научилась. Видишь? Ха-ха-ха. Вот голодки хотят. Ты подни. Угу. А если хочешь, мы еще сделаем 10 кулач. Смотри, вот ты улыбаешься, она прям есть здесь. Ну, не будет, она для них крутой. Приоткроем. Приоткроем. Открывай. Открывай, открывай. Не бойся. Еще сразу. Ай-яй. Да, да. Это неприятно. Немного ты так себя не сможешь. Молодец. Улыбнись. Угу. Видишь? Заполнилось немного. А заполнилось? А, то есть ты прошлась по морщине. Прям по морщине. Улыбайся, улыбайся. Видишь, там залом, а здесь уже его нет. И через недельку гиалуроночка вообще распушится и пойдет рост клеток. Так, идем препарат, мы закончили. Переходим. Слава богу. Что один? А еще такой же укол будет? Мы на сабутке сейчас только делаем. Да, да, да. Еще один такой же будет укол? Да. Еще сколько? Это один миллилитр ушел, да? Да, да. Но ты же не хочешь большие губки? Нет. Все, давай. Не надо больше. Улыбайся, улыбайся. Отлично. Сейчас я приеду на ту ночь. То есть получается 0,5, да, уйдет сейчас? 0,8 ушло на губы. 0,8 на губы. 0,8 на губы. Открывайся, что у меня обезболивающее на зубы пошло. Открывай. Подожди, сам препарат с лидокаином ты не чувствуешь? Не знаю. Мама, это только последняя уроку. Это только последняя уроку. Коррекция иногда возможна. А, да? А сколько там осталось? 0,3. Я тебе ее возвращаю. Игулочки есть стерильные. Я все тебе в коробку прям положу. В холодильнике. Сколько она хранится в холодильнике? Мы с тобой, когда синяки пройдут, а это неделька. Через неделю ты ко мне придешь вместе с этим препаратом, и мы с тобой доколем и сделаем коррекцию. Если нет, мы ничего не делаем. Хорошо, я подумаю. А его вколоть, если сюда куда-то? Можно. Спокойно, да. Да, я посмотрю. Мы можем залому. Ну-ка, нахмурь, нахмурь. А давай мы проложим залом, и все. Я просто не знаю, мне кажется, здесь еще рано здесь, что ли. А что рано, если у тебя уже залом сформировался? Все, мы его проложим, и больше его не будет. Ну, что, колем? Давай. Я подумала, у тебя нет таких углов. Ой, я сейчас без анестезии. Ничего страшного. Секунду наделать. У тебя мама искройная. Еще красный у нас есть. Давай добавим сюда воронечку. Там осталось? Капелька прям. Либо вниз, либо в губах. Нет, только в губах, пожалуйста. Там уже, мне кажется, живого места нет. 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 Иди сюда. Мне кажется, они очень здоровые. Но они же уйдут. Да, отсек. Вот здесь пальчик дай свой, и держи прям вот эту точку. Прям держи. Да, не бойся. Еще вторым тоже. Это один прокол, да, сейчас будет? Сюда? Да. Все закончено. Ура. Посмотри, какая хорошенькая сейчас. Миловидная ямочка. Убираем пальчики. Ничего, ничего. Отлично. На хоре. Смотри, ну. Отличный ассистент. Все, будешь со мной работать, Вик, хорошо? Будешь подавать мне? Прям отлично. Мне нравится. Миловидная ямочка стала. Синички все пройдут через неделю. И как часто? То есть, действительно, полтора года может держаться, да? Все, ты будешь уже ходить долго-долго, да. А ювидерм четверка – это самая прям стойкая? Нет, есть еще корейские препараты стойкие. А, то есть еще. Но я обычно знакомлю сначала, когда первый раз с ювидерм девочек. А потом, когда они уже понимают, что это такое, вошли во вкус. И говорят, Дирка, хочу поплотнее, хочу вот прям до воду ничего не делать. И уже их на Корее приезжу. Там еще вот у меня уже Корея. То есть, начинала я тоже с ведра и четверки. То есть, я уже знаю, что такое поплотнее. И я уже прям прихожу. Все, звезда. Ты готова? Теперь открываем. Видишь, как хорошо? Открываем полностью. Чуть-чуть размену. Да, да. Открываем еще. Синечки пройдут. Сегодня спать на спине. Правой рукой будешь так мять, левой рукой в эту сторону. Подбородок ничего не нужно. Здесь тоже вот так вот вверх. Понимаешь? Да. А сейчас посмотрю. Нет, губки хорошие. Их вообще не трогай. Все. Ой-ой-ой, как больно. Да, да. А даже анестезия пройдет, а не болеть, да, будет сильно? Не будут. Все. Все, что мы сделали. Все, что осталось. Все, здесь готово. И никакого нашатыря тебе не нужно было. Супер. А ты боялась. Спасибо. Очень хороший мастер-косметолог Индира. Посмотрим, как будут держаться губки. Сколько месяцев. Во всех держится индивидуально. Индивидуально. Да. Это зависит от своей иммунной системы. В основном, в большинстве случаев, девочек держится до года. Да. Мне нравится. Ты отлично выглядишь. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Слушай, отечность дня два, да, будет? Завтра ты проснешься, чтобы будут наливные, прям красивые. Не пугайся. Где-то, где синяк может быть. Нет, у тебя же сейчас офигенно красивые. Тебе понравится с отеком, да, эти пупырышки могут быть. Это нормальная реакция. Через неделю у тебя все будет гладенько, ровненько. Первые два-три дня утром просыпаешься, разминаешь носогубки. Губки не надо трогать. Через неделю у тебя уже этих отеков не будет на губах. И ты захочешь губы, как бы, с отеком. Все девочки почему-то хотят потом вот эти вот большие. У меня муж не захочет. А мне нравится. Почему ты думаешь? А подожди, а вот эти вот ружки уйдут? Уйдут. Вот эти, потому что я ради этого как бы пришла, да, чтобы морщины убрать. Сейчас пойдет рост клеток. Через месяц у тебя заломов не будет, ничего не будет, потому что галаварка, она дает рост клеток. Поэтому мы ждем. Мы ждем, потому что клетки растут до 40 дней. Так, хорошо. Так, и по денежке получается. Ювидер 12 тысяч, два шприца, 26 и анестезия. С восходником 900 рублей, 26 900. Еще и губа была. Точно, еще у нас 300 рублей. Да, 500 рублей лазер. И сколько мне раз прийти на этот лазер еще? Я два раза взяла. Еще один раз. Ну, мы будем вот так, по ходу, ходим и будем убирать. Потому что волосы, верх и людма, они же гранально природные. Они так быстро, но уходят. Ну, у меня даже не волос, у меня пушок просто. Все равно будет уходить. Да. У тебя все равно темного оттенка. Хорошо, будем собираться. Вик, как тебе впечатление? Понравилось? Мне кажется, мне больше всего понравилось. Все, будем платить и собираться. Так, сегодня второй день после процедуры увеличения губ и корректировки носогубных складочек. Вот, лоб, конечно, замечательно. Вот, не морщинки, но остались такие припухлости. Конечно, очень много синяков. Я не знаю, как я пойду завтра на работу в таком виде. Вот, ну, у меня очень кожа нежная. И у меня любое касание, любой прокол, очень сильные, ярко выраженные следы всегда оставляет. Поэтому, да, просто я это исключение. Как бы у моих всех подруг, вообще все, кто делал губы, у них не было такого. Вот, форма губ мне очень нравится. Спать было нормально. Я немного проснулась, щеки, ну, после того, как я проснулась, щеки размяла немного, как мне показывала мастер, вот, губки я не трогала. Вот, ну, в целом все замечательно. И покажу вам через неделю, как как-то все восстановится, все заживет, пройдут синяки, уйдет вот эта отечность, потому что издалека кажется, что мои морщины кажутся еще глубже. Ну вот, изблизи на самом деле все действительно ушло, никаких заломов уже нет у меня. Вот, остались только шрамы. Вот, шрамы такие достаточно заметные. Так, прошла ровно неделя после процедуры коррекции губ и заломов вокруг губ препаратом Ювидерм-4. Мне форма очень нравится, вот тут остался даже небольшой синячок, но примерно синяки сходили неделю. Губки мне очень нравятся, действительно, я пойду повторять процедуру через несколько месяцев. Вот, только единственное, у меня через несколько дней после процедуры стали образовываться комки. Вот такие вот комочки. Инди рассказала, что это нормально, это у всех так, просто нужно немного раздлинать. Вот, вот тут чуть-чуть губки болят еще, видимо, не до конца прошло. Ну, отеки какие-то. Вот здесь чувство, что-то инородное как будто. Ну, в общем, комочки образуются, их надо разминать, они будут рассасываться и, к сожалению, еще объем будет уменьшаться. И обычно, как советуют косметологи и как пишут в отзывах в интернете, рекомендуется повторять процедуру после первого раза где-то через месяц. Потом уже можно полтора года ходить с такими красивыми губами. Спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот еще покажем много интересных выпусков в сфере услуг, по путешествиям, развлечениям. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok